Добрый день, друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале. И мы продолжаем изучать редактор DaVinci Resolve 17. И сегодня мы попробуем с вами организовать движение текста. Ну, например, вот так. Из этого места вот сюда. После этого посмотрим, что у нас получится. Создаем новый проект. Он у нас будет называться «Движение текста». Кликаем «Создать». Переходим в «Мультимедиа». И здесь находим файл, с которым мы будем работать. Вот этот файл. Мы его просто переносим сюда. Кликаем «Изменить». И переходим во вкладку «Монтаж». Берем наш файл и переносим наш файл на тайм-линию. Это можно сделать таким образом, что мы перенесем его прямо отсюда на тайм-линию. А можно сделать переносом во второе окно. Итак, наш файл теперь на тайм-линии. И мы попытаемся сейчас организовать движение текста таким образом, как будто он заходит вот сюда в компьютер. Давайте кликнем на этот файл. Кликнем правой кнопкой мыши. Новый клип на странице Fusion. И переходим во вкладку «Фьюжн». Здесь во вкладке «Фьюжн» отключаем сплайны. У вас она, в принципе, должна выглядеть вот таким образом. Я просто недавно с ней работал. У нас есть «Медиа-ин» — это наш файл. И «Медиа-аут». Отключаем ноды, кликнув на левую клавишу мыши. И добавляем ноду «Текст». Добавили ноду «Текст». Давайте напишем здесь наш текст. У нас будет такой текст. Замечательная жизнь. Вот такой текст. Давайте подсоединим эту ноду к «Медиа-ин». Вот наш текст появился вот здесь, в правом окне. Теперь мне хотелось бы немножко его изменить. Я кликаю на «Shadings». И выбираю вот такой, допустим, вариант. И теперь я могу его немножко увеличить. Вот таким образом. Трекинг мне, в принципе, здесь нравится. Хотелось сделать немножко толще шрифт. Поэтому я беру и добавляю вот здесь толщины немножко. Вот теперь я перехожу вот сюда, на эту кнопочку «Layout». И выбираю режим «Путь». Вот режим «Путь» выбран. Теперь я могу наметить путь, как у меня этот текст будет двигаться и заезжать вот сюда, в этот компьютер. Для этого что я делаю? Я беру и делаю немножко меньше. Вот этот рисунок, который есть у меня. Здесь можно немножко больше раздвинуть. И помещаю вот одну точку здесь, а вторую точку, скажем, вот так. И таким образом текст у меня может двигаться. Теперь я могу добавить сюда движение. Каким образом я это буду делать? Для этого необходимо использовать ключевые точки. Перехожу в начало своего клипа. И мой текст передвигаю сюда. Вот, и ставлю здесь ключевую точку. Теперь я перехожу в конец клипа и двигаю текст вот в этом направлении. Ключевая точка будет размещена автоматически. Теперь попытаемся проиграть, что у нас получается. Вот у нас текст двигается. Текст двигается, все хорошо. Его можно изменить движение, изменить форму. Для этого у нас есть здесь элементы управления. Мы, например, кликаем вот здесь. И можем добавлять точки определенные. За эти точки можно подвинуть. Вот таким образом. И, скажем, можно подвинуть таким образом. Скажем так. Теперь мы берем мышку и выделяем все эти точки. И используем вот такой режим, который сглаживает их. Скажем вот так. Вот, видите, все точечки у нас сгладились. И у нас получается вот такое движение интересное. Но как же нам сделать так, чтобы этот текст доходил только до этого компьютера и вот эта часть у нас не была видна? Для этого применяем маску, которая будет называться полигон. И эту маску мы применяем к ноде текст. Но до текст должна быть у нас выделена. Вот, например, кликнули на пустом месте, она не выделена. Теперь кликнули, она выделена. Добавляем сюда полигон. Вот у нас маска полигон. Кликаем на этой ноде. И берем, выделяем. Просто это место ограничиваем маской. Здесь попытаемся сделать немножко поровнее. Вот такая у нас получается ситуация. Давайте попробуем проиграть. Вот. Но у нас маска двигается, да? Она у нас вместе двигается, вместе с компьютером. Но она должна быть четко привязана к компьютеру. Поэтому, что мы сделаем? Мы переходим в начало нашего клипа. Вот здесь. И нашу маску сдвигаем. Вот сюда. Нашу маску необходимо расширить. Вот таким образом, чтобы она получилась, захватила все место. Давайте мы ее расширим. Вот таким образом. Вот поправили маску, делаем ее привязанной к этому компьютеру. Каким образом мы это делаем? Наиболее простой способ это сделать при помощи ключевых точек. Поэтому мы берем и добавляем вот здесь ключевую точку. После этого мы немножко проигрываем. И нашу маску подвигаем обратно. Вот таким образом. Ключевые точки теперь будут добавляться самостоятельно. Останавливаем и опять подвигаем нашу маску обратно. Проигрываем, останавливаем и подвигаем нашу маску обратно. И так делаем в принципе до конца. Проигрываем и добавляем определенное количество ключевых точек. Все остальные ключевые точки DaVinci просчитает самостоятельно. Еще раз. Двигаемся дальше. И добавляем здесь тоже ключевую точку. Ну в общем принцип понятен. Давайте попробуем проиграть. И посмотрим. Вот видите, у нас маска четко держится. Четко держится вместе с крышкой этого компьютера. Нашу маску можно немножко сделать помягче. Вот здесь. И вот таким образом у нас получается движение текста в нашем клипе. Давайте перейдем во вкладку Edit. Расширим наш экран. И посмотрим на конечный результат. Сейчас у нас здесь красная линия. DaVinci обрабатывает эту информацию. И так мы кликаем вот здесь. На наше окно. Давайте инспектор поставим. И увеличим окно. И посмотрим как это у нас получилось. Вот наш текст уходит полностью в компьютер. Но можно было бы здесь маску нашу немножко подправить. Чтобы текст более четко уходил именно в компьютер. Итак, друзья. Если вам понравилось это видео. Оно вам чем-то помогло. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео на моем канале. До встречи в новых видео.